Добрый день, друзья! Это видео меня побудило записать то обстоятельство, что я попал вместе с новыми, так скажем, задержанными в одну камеру после задержания. И они совершенно не знали, как себя вести, совершили некоторые ошибки. Поэтому они попросили меня записать это видео как, так скажем, бывалого сидельца. Я не скажу, что я прямо уж совсем бывалый, но раз в 10 сидел по административному аресту. Поэтому я поделюсь некоторыми аспектами, как вести себя до задержания и во время, и после даже. Итак, вообще протестная акция начинается еще до начала ее проведения. Допустим, вы знаете число, там через неделю будет какой-то народный сход. Надо подготовиться. Что нужно сделать? Первое – это записать себе в телефон телефон УВД-инфо. Это нужно для того, чтобы вы, когда будете задержанными, просто сообщить, где вы находитесь, ваши фамилии, имя, отчество. Если знаете, что вас ведут в какое-то ОВД, сообщайте в какое-то ОВД. Нужно это для того, чтобы к вам приехали адвокаты, защитники, ну и просто передачки вам передали. Второе – это более сложная операция. Действительно, здесь нужно подготовиться. Нужно написать доверенность на своего защитника. Адвокатов у нас мало, но защитником может быть любой человек, достигший 18 лет, гражданин России. Это может быть ваш друг, это может быть действительно защитник, обладающий серьезным опытом проведения вот таких мероприятий, которые могут отстоять ваши интересы в суде. Но эта операция достаточно трудоемкая. То есть нужно пойти к нотариусу, особый текст ему дать, чтобы он писал все эти имена и вам дал и копию, и оригинал, с тем, чтобы вы поделились со своим защитником. Ну да, это займет некоторое количество времени, но это вам поможет. Я не говорю, что это обязательно делать, но желательно. Вот начинается протестная акция. Сразу скажу, многие считают, что паспорт брать нужно, не нужно, и если вы не взяли паспорт с собой, то вас могут задержать на 48 часов, на двое суток. Это ерунда. Значит, это не действует. Сотрудники полиции прекрасно знают, что для того, чтобы вас опознать, вам достаточно сообщить свое фамилию, имя, отчество, дату рождения, ну и, может быть, место регистрации. Но это не обязательно. Фамилия, имя, отчество, дата рождения. У МВД есть база, по которой они могут вас точно идентифицировать. И вот, в частности, те лица, которые были задержаны, не знали этого момента и вот как-то тушевались. Я советую вам сделать просто копию паспорта и ее носить с собой. Вот если вы боитесь, что называется, что у вас отберут этот паспорт. Вот, ну, к сожалению, с советских времен это тянется. Без бумажки ты никто и так далее. Вот, поэтому копия паспорта вам поможет еще для того, что в УВД вы можете просто уйти, ну, пользуясь неразберихой, нерасторопностью. В момент задержания там очень много людей, шум, гам. И вполне бывают случаи, когда можно уйти. Можно уйти, ну, я уже немножко перескочу. Я сейчас расскажу о самой акции. Вот вы пришли на акцию, допустим, в 10 утра встали, позавтракали, в 11 выехали, там в 12 подъехали, и начинается, собственно, акция. Как себя вести на этой акции? Есть разные способы избежания задержаний. Самое лучшее – это вот оглядываться по сторонам, там, где есть автозаки, есть большое скопление сотрудников полиции. Ну, не стойте рядом, отойдите. Лучшая вообще защита – это мобильность. Ходите по сторонам, глядите, ну, вот там, где горячо, можете уйти. Это не трусость. Многие действительно не могут быть задержанными по разным причинам. Ну, там, больные родители, или там, кошка дома, условно говоря. Вот. Ну, вот такая мобильность позволяет оценить ситуацию, и вы сможете, ну, уменьшить риск, так скажем. Вас могут схватить вообще, обычных прохожих могут даже схватить, которые не на акции просто идут и попались под руку. Поэтому гарантий никаких нет. Но, тем не менее, вот сделайте для себя пометку, что не обязательно, что вы будете задержаны. Есть возможность, ну, допустим, хотя бы не подходить очень близко к месту основных событий. Но, тем не менее, если вы пришли, вы поддержали акцию, вы молодец, вы пиарите, в общем, создаете такой хороший фон протеста. И не нужно этого стесняться, что вы не готовы быть задержанными. Тем не менее, допустим, к вам подошли. Хорошо, если там вежливо, но могут и, так скажем, сразу же завести в автозак. Достаточно грубо бывает это. Как себя вести при задержании? В большинстве случаев, конечно же, полиция нарушает закон. Как должно быть по закону о полиции? Сотрудник полиции должен к вам подойти, представиться и сообщить, что вы нарушаете некий кодекс об административных правонарушениях. И дать вам возможность исправить свою ошибку по его мнению, которое вы совершили. После этого, если вы действительно проигнорировали его требования, он вас может задержать. Но такого на практике я почти ни разу не встречал. Так что готовьтесь, что вас просто припроводят в некий автозак. Вот вас туда поместили, предварительно там обыскали перед автозаком, чтобы у вас не было колющих и режущих принадлежностей. Ну вот, завели вас. Как себя там вести? Как я уже сказал, необходимо сообщить, когда наберется энное количество людей, автозак максимум вмещает 26 человек. Но обычно до этого не доходит. Ну, допустим, вас 15 человек, вот вас собрались, звоните в ОВД-инфо, говорите. Значит, мы находимся вот в таком-то месте, такое-то количество у нас человек, по именам сообщите. Некоторые не хотят сообщать свои фамилии, имя, отчество. Не надо настаивать, не хочет. Не надо. Просто скажите, нас там 15 человек, вот 14 таких-то, один, значит, не представился. Ничего страшного. Это его право. Как себя вести в автозаке? У всех, конечно же, такое эмоциональное возбуждение. У кого-то приподнятое настроение, у кого-то еще чуть больше, чем приподнятое. Кто-то песни поет, скандирует, там и прочее. Ну, естественно, там селфи и прочее. Вы находитесь в таком эмоциональном подъеме. Ну, это естественная реакция организма. Вот здесь нужно себя сразу настроить на такой лад. Как вы себя хотите вести? Если вы заботитесь о будущем, ну, я имею в виду вот совсем ближайшем будущем, вам надо свои силы не тратить. Потому что, вот я уже сказал, вы с 10, с 11 утра на ногах, вы устанете после того, как все это завершится. Ну, я имею в виду задержательная часть завершится, где-то в 7-8 вечера, а иногда и в 11, то есть и за полночь, и всякое может быть. Вы эмоциональные свои силы точно растратите. Ну, человек может быть на подъеме несколько часов подряд. Потом наступает апатия. У всех нет ни одного человека, который может выдержать полный рабочий день вот на таком крике и так далее. И в этот момент, когда вы вот уже устали, хотите, вот скорее бы все это закончилось, поджидают вас некоторые трудности, о которых я сейчас расскажу. Итак, вы в автозаке, вас везут куда-то, предварительно еще стоите где-то минут 40, пробки там куда-то туда вас привезли, и вас доставили в некий ОВД, отдел внутренних дел. Сразу скажу, что момент доставления засчитывается после того, как вас записали в журнал доставленных. Практически никто этого из новичков не знает. И тут такая казус. Потом вы узнаете, что вас задержали в 8 часов вечера, а на самом деле вы считаете, что в 2 часа дня. Здесь важно очень отсекать время, понимать 3 часа. Сейчас я расскажу, что такое 3 часа. В течение 3 часов по закону вам должны предъявить какое-то обвинение, что вы нарушили. Так вот, эти 3 часа начинают тикать после того, как вас записали в журнал доставленных. Он находится в дежурной части ОВД. Запомните вы это или нет, но я специально сделаю паузу, чтобы вы запомнили. Вас завели в ОВД, прямо требуете, ничего страшного, вас будут там говорить, пройдемте туда-то, туда-то. Обычно заводят либо в так называемый актовый зал, ленинскую комнату, как вы хотите, там с советских времен, либо даже в КАС, камеры административно задержанных. И вы проходите мимо этой дежурной части, вы даже не понимаете, что туда надо обратиться, имеете вы право. Настаивайте, в хорошем смысле настаивайте. Вот я хочу, чтобы меня записали в журнал задержанных. Если там к вам будут применять силы, что вряд ли, потому что в ОВД есть там камеры, они все это фиксируют. И сотрудникам полиции уже в ОВД, это разные структуры, они иногда даже не очень долюбливают друг друга. Не нужны дополнительные проблемы с тем, что вот вы будете жаловаться в прокуратуру и прочее, что вас не записали в журнал доставленных. Если вы сами об этом забыли, то как бы и на тормозах спускается. Но если вы будете настаивать, есть вероятность, что вас действительно запишут. И так наступает время, вот эти злополучные три часа, которые отведены для сотрудников полиции, чтобы они составили на вас протокол. Очень часто они не укладываются в эти три часа. Я прошу прощения. Очень часто происходит так, что вот эта процедура длится 4-5 часов иногда, иногда больше. Что вы можете сделать? Вы можете просто уйти из ОВД, сказать, что вас задержали, допустим, в 4 часа дня. Вот отметка в журнале доставленных. Вот уже 7 часов вечера. 5, 6, 7. Три часа прошло. Вы имеете полное право встать и уйти. Такие случаи были и у меня, и у других. Сотрудник полиции не имеет вам права препятствовать. Вот если он будет вам препятствовать, это серьезное нарушение закона. Понятно, что новичку трудно вести себя так бойко. Просто соберитесь в группу, вы же всех одинаково задержали. Желательно, чтобы там был, так скажем, человек уже с опытом. И направляйтесь в сторону выхода. Если вас будут задерживать, значит, жалуйтесь, звоните и пишите заявление о том, что вас задержали и нарушаются ваши конституционные и прочие права. Сразу скажу, что вот уйти так просто, даже если три часа прошло, непросто. Удается это достаточно редко. Но, тем не менее, о такой опции нужно знать, и вы обязательно ей воспользуйтесь, если такая возможность предоставится. Значит, я уже раньше вам сказал про копию паспорта. Значит, если вы отдадите копию паспорта сотрудникам полиции, то она может там лежать сколько угодно, вам не жалко. Я уже также вам сказал, что вы можете просто тупо представиться. Это тоже является опознанием вашей личности. Более того, вы можете даже и паспорт там оставить. У меня был случай, когда, значит, меня задержали. Прошло там даже больше четырех часов. Я встал, ушел. Паспорт остался в ОВД. Потом я в своем местном, местному участковому пришел, написал заявление о том, что вот мой паспорт находится в таком-то ОВД, прошу меня не его предоставить. Ну, это такой экзотический случай. Я не боюсь оставлять свой паспорт. Они-то считают, что вот я привязан к ОВД. Потом звонили, типа, идите заберите. Ну да, как же. Это все детали. Значит, два момента. Значит, первое, обязательно запомните телефон своего правозащитника. Либо адвоката, либо просто правозащитника. Тут разный статус. Адвокат имеет право зайти в любой ОВД, а правозащитник, ну, почти как и мы. То есть, захотят, пустят, не захотят, не пустят. Сразу скажу, что очень часто объявляется так называемый план «крепость». Это означает, что никого не впускать, всех выпускать. На самом деле, это распространяется просто на участников протеста. Много раз было, что вот в этот ОВД заходят обычные люди, ну, там, велосипед, условно говоря, украли, значит, их пропускают. Если вы захотите туда зайти, ну, и посмотреть, значит, что творится с задержанными и оказать им помощь, юридическую или физическую, ну, я имею в виду, передачку перенести, то вас не пустят. Это нарушение закона. План «крепость» не распространяется на вас. Это какие-то внутренние дела. Вы руководствуетесь законом Российской Федерации и, в общем, не обязаны знать и подчиняться каким-то внутриведомственным указивкам. Такое есть жаргонное слово. Так вот, значит, обязательно запомните телефон своего защитника. Для чего это нужно? Часто, достаточно часто телефоны у вас отбирают, если вас поместили в КАЗ, камера административно задержанных. Там и шнурки, и отбирают, и ремень. Ну, в общем, как будто вы уже действительно все, арестант. Вот. Поэтому, если вы будете такие там заявления писать или еще что-то, ну, вы просто не сможете посмотреть свой телефон. Если не можете запомнить, хотя бы запишите его на бумажке. Это вам пригодится. Сейчас я вам расскажу, для чего пригодится. Также еще одна заметка. Берите всегда с собой несколько чистых листов бумаги и ручку. Не факт, что вам дадут вот в дежурной части вот эти пишущие принадлежности. Ну, просто потому, что они будут, ну, физически вы будете отделены от них. Вот. Не сможете подойти к этой дежурной части. Значит, имейте при себе. Ну, вот, я уже сказал, тикают эти три часа. Допустим, они укладываются, сотрудники полиции, и там второй оперполк помогает, там уголовный розыск иногда подсоединяется. Ну, в общем, все, чтобы хоть как-то вот вас этих 15 человек или 20 попытаться в эти три часа что называется уложиться. Там очень много бумажек, и они их начинают заполнять не сразу. Дело в том, что они там просматривают какие-то видео, переговариваются, кому сколько уже там считают, кому сутки, кому штраф, кому отпустить. В общем, это такая серьезная процедура. Совершенно точно часа полтора-два проходит, после чего вас начинают все-таки оформлять. Забегая вперед, совершенно непонятно по какому принципу они распределяют. Все это уже заранее известно, судья просто штампует все эти протоколы, то есть, я уже сказал, кому сутки административно задержанных, кому штраф, кого отпустить, это уже сразу заранее распределяется. Какой-то там есть план, наверное, я не вхожу в их кабинеты, по какому-то принципу они вот так это делают. Совершенно точно они не могут всех осудить, потому что это, ну, допустим, тысячи человек задержали, суды просто умрут, если все тысячу повезут, что называется, в суд. Ну, как правило, сотню или даже несколько десятков, человек 30 доходят до суда. Остальных отпускают, что называется, либо без протокола, либо на каких-то этапах судьи возвращают эти дела обратно в ОВД, их потом выкидывают в мусорное ведро. Так вот, мы остановились на том, что нужно свой телефон, телефон своего защитника знать наизусть. Вас начинают оформлять и вам дают протоколы, вернее, объяснительные в этих протоколах вам надо будет заполнить. Здесь есть две тактики. Первая тактика, вы уходите, что называется, по 51 статье, и отказываетесь давать какие-либо объяснения. Некоторые даже вообще отказываются что-либо подписывать, имеют право. Ну, тогда просто приглашаются понятые, и которые под понятых, что называется, вам зачитывают, что вы там совершили. Это несколько напряжено для полиции, но, тем не менее, такое работает. Но, в общем, смотрите, выбирайте любую из этих тактик, включая даже не оставление своей подписи где-либо. Ну, допустим, вы ушли по 51 статье, ничего не подписываете, не хочу давать показания на себя, никогда полиция не заставляет, там, ногти вам, иголки под ногти никак не мучают, не хочет, не надо, им даже это проще. Вот, сложнее несколько, если вы полностью описываете ситуацию. Такая тактика есть, тем самым вы помогаете своему защитнику в суде, и там, в европейском суде по правам человека СПЧ, ну, как-то вот, значит, снабдить информацией вот этот эпизод. Я придерживаюсь средней такой политики, я пишу следующее, с задержанием не согласен, правонарушения не совершал, прошу известить моего защитника такого-то, такого-то, телефон, о чем я говорил, о месте и времени проведения судебного заседания. Дальше еще одна фраза, свидетелями моего задержания являются такие-то, такие-то, такие-то. Это совершенно, вы не стучите, не сдаете никого. Дело в том, что в судах очень часто говорят, ну, вы же не указали, кто у вас свидетель, поэтому мы не будем его заслушивать. Ваш свидетель сидит в коридоре и ждет, пока его пригласят, а судья игнорирует, вообще не заслушивает. Это очень часто происходит, поэтому, чтобы, вот так скажем, прижать судью, если вы знаете, что кто является вашим свидетелем задержания, укажите, никакого здесь криминала и подставления какого-то человека здесь нет. Это нормальное явление. Ну, в общем, вот такие фразы пишите, повторю, как я делаю, значит, с протоколом, с задержанием не согласен, правонарушения не совершал, прошу известить моего защитника такого-то, 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 фамилия, имя, отчество, телефон такой-то, о месте и времени проведения судебного заседания свидетелями моего задержания являются такие-то, такие-то, фамилии, имя, отчество или просто фамилия. Все, дальше, значит, вы ждете, вы уже ничего не можете делать, просто ожидаете. Допустим, они уложились в эти три часа, вам уже какого-то смысла убегать нет, но повторюсь, что в этой суматохе всегда можно как-то там сориентироваться. были случаи, когда люди уходили из ОВД, но не удалось уйти. В общем, либо вас отпускают под подписку о явке в суд, это нормально, подписывайтесь, если вы не хотите являться в суд, это не является каким-то правонарушением, это не юридический документ. Допустим, вам говорят, что суд состоится через два дня в таком-то суде в такое-то время. Смело пишите, можете ходить, можете нет, это уже второй вариант, я вам чуть попозже расскажу. Если вас все-таки оставляют в ОВД, как говорится, на ночь, значит, остаетесь в ОВД, это неприятно, потому что содержание в ОВД самый худший этап в задержании, потому что почти что никак не приспособлены вот эти коморки, в которых вас поместят для нормального времяпрепровождения. Хорошо, если вас там вводят в туалет, если там какую-то еду дают, ну, это хорошо, а иногда не очень, так скажем, откликаются. В принципе, если себя вести корректно, ну, вам идут навстречу, в общем, не жестят, но бывают и нехорошие случаи, о них не хочу говорить, но вот процентов 10 какие-то неприятности бывают внутри ОВД. Сразу скажу, что сотрудники ОВД, ну, не заинтересованы в, так скажем, нагнетании ситуации, они вас не задерживали, как правило, все так тихо происходит, и вот здесь очень важно, вот действительно, я повторю, что в начале, о чем я говорил, эмоциональный фон. Если вы полностью разрядились, что называется, батарейки закончились, если вы там кричали, там еще что-то, песни пели и прочее, вот этот момент, когда вам подсовывают вот эти все протоколы, вы подмахиваете, вы же не знаете, когда вас отпустят, вы хотите, чтобы это все быстрее закончилось, вот ладно, хотите подпись, вот пожалуйста, ну, когда сотрудники, когда вы изолированы от внешнего мира, то вот кажется, что вот чуть ли не вас на задний дворик выведут и расстреляют, вы никак не знаете свою судьбу, вы волнуетесь, что будет дальше. Это нормальная человеческая реакция, у всех так, и у бывалых, и у новичков особенно, вы пытаетесь вот как-то думать о будущем, что же там такое произойдет, прокручиваете ситуацию, вас уволят с работы, или выгонят из института, будут ругать дома, или еще что-то такое, вот. Ну, вот такое есть, поэтому сэкономьте хотя бы 10% своей энергии на вот эту подписную, что называется, часть. Важный момент передачки, это уже относится к тем, кто остался на свободе. Я же вам говорил, что вы скажете, где вы находитесь, в ОВД, или просто позвоните, если вы не находитесь в этом заполученном КАЗе, у вас все-таки есть возможность позвонить, вот сообщите, что вы там-то находитесь, вам принесут что-то поесть к тем, кто на свободе. Не нужно какие-то там разносолы или еще что-то. Вот достаточно, чтобы человек бутерброд съел, и он понял, что есть, так скажем, связь с внешним миром, вас поддерживают, это вот эти 10%, которые у него остались энергии, сразу превращаются в 20 и в 30. Человеку приятно там сумку принесли, ну что там должна быть, значит, бутылочка воды, стаканчики, чтобы, ну если там поделиться этой водой, не за одной бутылки, что называется, пить, без газов, там иногда не хотят пропускать, должна быть вода, значит, нарезка, сыр, нарезка колбаса, нарезанный хлеб, все это продается, ну шоколадка, там, ну буквально что-то такое незначительное, вот, чтобы сэкономить, можете там попросить этого самого, в магазине, чтобы вас обычную колбасу взяли, порезали и замотали в лоток, не обязательно эти дорогущие нарезки покупать, в общем, здесь шоковать, что называется, не стоит, я уже сказал, берите, в смысле, важна просто эмоциональная поддержка, в большинстве случаев, я, может быть, один или два только знаю, когда не пропускают еду к задержанным, в подавляющем большинстве случаев, даже если вас самого внутрь ОВД не пустили, передачку дают, нормально, все, вы поддержали своих друзей, и вот они начинают, значит, жить в этом ОВД, ожидая, либо их выпустят, либо их поместят на сутки. Худший вариант, вас все-таки поместили на сутки, значит, отвезли на следующий день или через день иногда держат ОВД, если там вас в субботу задержали, суды начинают в понедельник работать, вот вас везут в суд, как распределяется, я не знаю, там, кому 10 суток, кому 7 суток, кому 5, в общем, это у них там какая-то разнарядка, план, абсолютно это не зависит от степени вашей активности на акции. Ну, вот буквально 2 человека одновременных задерживают, одному штраф, другому сутки, кого-то еще просто отпускают, ну, в общем, совершенно непрогнозируемо. Пару слов о том, как себя еще вести в плане того, что сопротивляться или нет, отбивать своих друзей или нет. Значит, очень часто в соцсетях кто-то упрекает вас, что вы стоите как бараны, не, так скажем, не отбивайте своих друзей. Это пишут либо тролли, либо те, кто находится за пределами России, либо те, кто никогда на протестные акции не выходит. никакого позора в том, что вы себя ведете, так скажем, пассивно, нет. Совершенно точно. Вот просто выкиньте это из головы. Это жесткое мое, так скажем, требование. Если нормальный человек, который участвует в протестных акциях, никогда, восклицательный знак, никогда не упрекнет другого, что вот он там не отбивает от сотрудников полиции. По своему опыту скажу. И меня вытаскивали, и я вытаскивал людей, но это все зависит от ситуации. Хотите, да, хотите, нет. Дело в том, что есть вероятность и опять же о том, сопротивляться сотруднику полиции или нет. Практика показывает, что это мало коррелирует с решением суда. Человек может стоять там, вот пример. Человек получил год тюрьмы, за то, что не сопротивлялся, просто его пронесли мимо сотрудника полиции и на кадрах видеосъемки было якобы видно, что вот он как бы задевает шлем сотрудника полиции. Год тюрьмы получил, на самом деле между ними было несколько метров, и это просто видеоэффект такой. Но, значит, вот захотели привязать, привязали. Решайте сами. Есть 318-я статья сопротивление сотрудников полиции, это уголовный кодекс, значит, теоретически можно рискнуть, практически, решайте сами, сопротивляться или нет. Многие сопротивлялись, ничего не получали, ну, никакого уголовного наказания, а некоторые, вот я уже сказал, получают уголовку, хотя не сопротивлялись. То же самое, вот вытаскивать, не вытаскивать, в общем, решайте сами. Кричать, не кричать, там, неправомерно задерживают и прочее, решайте сами. Это не всегда, вернее так, скорее, не коррелирует с наказанием. Ваши наказания какие-то решают не судьи честные, а вот вся эта система. Ну, ладно, слишком долго я об этом. Дальше, значит, вот вам назначили сутки, вы едете в спецприемник. Значит, я должен развеять несколько мифов, которые мешают людям, мешают людям себя правильно поставить. Итак, значит, первый миф, что вас забрасывают в камеру и тут же какие-то там уголовники или прочее начинают вас месить, бить и прочее. Такого нет, ни разу этого не было, выкиньте это просто из головы. Значит, когда вы заходите в камеру, ну, допустим, вас одного туда поместили, не всех подряд, вот вы оказались. Достаточно доброжелательно к вам относятся. Те, кто сидит внутри, считают, что его незаконно задержали. Ну, вот это же административное наказание. вот, либо водители, которых там остановили за нарушение правил дорожного движения, либо те же самые пьяницы, наркоманы, алкоголики, они себя нормально там, ну, как бы ведут, не собираются они вас жестить, они такие же, как и вы, считают, что вот к ним власть отнеслась несправедливо. Никто вас там не бьет. Точка. Все, заходите, не бойтесь. Значит, если вы не знаете, как себя вести, не страшно, вот просто спрашивайте, ну, вот куда мне, значит, притулиться, какие тут порядки, это не зазорно. Значит, кто-то вам из бывалых скажет, ну, вот садись сюда, значит, и вот такие-то здесь порядки. Я не хочу подробно останавливаться на этих порядках, чтобы вас не пугать, они совершенно не жесткие. Сразу скажу, что если вы нормально себя ведете, ну, вы точно будете себя нормально вести, ну, потому что вы умный, интеллигентный человек и не собираетесь кому-то ущерба какого-то применять, вы будете вежливо себя вести, это самое важное, потому что вот вы находитесь в стесненном пространстве, если с кем-то поссоритесь, вы не можете оттуда уйти. Каменные стены, железная дверь, и вот, ну, и куда ты денешься, если поссорился? Это взаимно действует. Те, кто там находятся внутри, ровно так же к вам относятся, потому что, ну, вот они не хотят, чтобы эта напряженность была, так скажем, распространялась. Ну, вот первый миф, я считаю, что развеян. Второй миф, это вот, что там баланда какая-то, есть невозможно, вы будете голодать или там еще что-то, мучиться, значит, ерунда, значит, есть эту пищу можно, она не, так скажем, не сахар, ну, допустим, по пятибалльной шкале, если ресторан 5, домашняя еда 4, то там на троечку. Три, это вполне удовлетворительно, сносная еда. Невкусно, но, в общем, даже белковая пища, там есть какая-то, там, курица, котлеты, что-то такое могут дать, в общем, не пропадете. Плюс передачки, вам могут давать нормальное количество еды, на следующий день, в общем, кто-то может приехать и вот о том, о чем я говорил, передать. Если кто хочет, вот тот набор продуктов, который я уже сказал, вполне можно, плюс передайте там чеснок, лук, это поможет избежать, вот, кто-то там простыл, или там микробы какие-то, вот, все это убивается. И плюс, в этих продуктах есть витамины, которых нету в обычной каше, что-то там дают. Вот. Это, значит, вот я первые два мифа развеял, я считаю. Ну и я вам сказал, значит, ведите себя доброжелательно, к вам тоже так же будут относиться. Сотрудники спецприемника, это вот еще третья, так скажем, категория силовых структур, они совершенно не заинтересованы в конфликтах и прочее. Вот им важно, чтобы вы спокойно там отсидели, ушли. Им не нужно, чтобы вы там писали жалобы или еще что-то. Вот. Еще они более доброжелательно относятся к вам, чем сотрудники полиции в обычном ОВД. Повторюсь, им нужно спокойно, чтобы вы отсидели, ушли, без эксцессов. Ведете себя прилично нормально, к вам точно так же относятся. Они не добавляют какой-то злобы. Может быть, это третий миф, что вас там помимо уголовников злых будут еще и давить со стороны охранников. Нет. Значит, вот этого мифа не должно быть в ваших головах. Значит, самое худшее, что вы, когда вы попадаете, вы можете лишиться работы. Работодатель слабо, так скажем, будет вас поддерживать, если вы не выполняете в силу естественных причин свои обязанности. Ну и некоторые вузы, к сожалению, ректоры не очень хорошо относятся, могут отчислить. Вот. Плюс, вот я уже сказал, у вас могут быть определенные обязательства по отношению к вашим подопечным, родителям, детям. и если вы находитесь там 10 дней или 15 в заключении, вы не можете им помочь. Так что вот, что самое главное. Ну, какие-то мелочи. Вот, многие там, прошу прощения, боятся производить дефекацию, потому что это на глазах у всех. Вот, маленькая камера, там, я не знаю, 15 квадратных метров, там, 5 человек, или там, побольше камеры, не знаю, там, 20 квадратных метров и 7 человек. Вот, при всех придет, это вот, извиняюсь, очко, которое полузакрыто, они хотят, ну, сотрудники, это не то, что они, это вот распоряжение, камера должна видеть всех, видеокамера, я имею в виду, в каждой камере есть видеокамера, глазок, и нужно им наблюдать, сколько человек находится, что там происходит, и вот этот туалет не является закрытым отдельным помещением. Если вы видели фильм, там, ковбойские салоны, вот там, вот эти дверцы такие открываются, вот, вот такие же маленькие дверцы загораживают половину вас, и фактически вы вот делаете свои дела при всех. Вот, не нужно этому стесняться, отбросить вот этот, так скажем, ненужный стыд, если нужно, производите все, что вам требуется, хуже будет, если вы будете все это копить в себе, и просто испортите вот себе желудочно-кишечный тракт, и прочее, все это ерунда. Обязательно просите, чтобы вам родные и близкие передали значит, зубную щетку, зубную пасту, полотенца, ну, какие-то мыльно-рыльные принадлежности, есть такое выражение у сотрудников спецприемника, в общем, гигиена нужно соблюдать. Ну, опять же, вот, важно себя, вот вы, допустим, в камере, и там два года никто не делал, условно говоря, генеральную уборку, не зазорно помыть полы, там, почистить, решайте сами, вот эта генеральная уборка в маленьком помещении длится один час, вот точно, даже меньше, все это вымыть, либо вы находитесь вот в грязи, ну, прошу прощения, там действительно жили люди, но которые не хотят за собой убираться по разным причинам, за подлоем или там еще что-то, и вот это, я не скажу, что там вот совсем грязь, где невозможно жить, но все равно неприятно, грязный умывальник, и там туалет и так далее, все это пыль и грязь, потратьте час времени, живите эти семь суток или десять суток в относительно нормальном помещении, нежели вот мучиться, самому себя мучить вот таким, значит, издевательством над самим собой, что притронуться ни к чему нельзя, там и так далее, брезгливость и прочее. Но я немножко удалился, давайте такое резюме, значит, пройдемся сначала. Первое, значит, запишите телефон ОВД-Инфо в свой телефон, зарядите его, естественно, хорошенько, вот, запишите телефон своего защитника, адвоката на бумажке, запомните его, этот телефон, это еще лучше, значит, сопротивляться не сопротивляться во время акций протеста решайте сами, значит, скрутите головой во время акции и смотрите, значит, если вы не хотите быть задержанным, просто уходите из, так скажем, горячего места, где припекает, а это не зазорно совершенно, мобильность наша, все, пока нас мало, мы должны таким образом себя сохранить. Вас задержали, значит, поместили в автозак, сообщите, где вы, что вы, вас привезли, зарегистрируйтесь в дежурной части в журнале доставленных, задержанных, и, значит, начинает тикать время, следите за ситуацией, три часа прошло, паспорт, не паспорт, уж копию паспорта точно можете оставить, уходите, если они не уложились в эти три часа, если вас не выпускают позже, ну что ж, пытайтесь жаловаться, там, звоните в этот самый, 112, есть такое подразделение внутренней безопасности, ну, в общем, пытайтесь как-то это повлиять на ситуацию, скорее всего, ничего не получится, но сделайте попытку, значит, составляют на вас протокол, относитесь к этому внимательно, несмотря на то, что ваши силы эмоциональные на исходе, да и физически тоже вам тяжело целый день было на ногах быть и там кричать и прочее во время массового мероприятия, вас уже остались, покидают ваши голосовые связки, вам ничего не могут уже помочь, значит, два варианта, либо вы все пишете полностью подробно, сотрудник полиции подошел к вам, не представился, не предложил причину задержания устранить, вы ничего не нарушали, стояли просто и вот полностью описываете, в руках у вас ничего не было, никаких плакатов, ничего не кричали, там, ну, просто вели себя прилично, пришли на встречу с кандидатами, там и прочее, ну, вот, все это полностью описываете, либо уходите, что называется, по 51 статье, выбирайте, значит, все равно, значит, вас оставляют на сутки, дальше вас везут в суд, там вам точно окажут юридическую поддержку, несмотря на это, вас все-таки осудили, поместили, вот, везут в спецприемник, не бойтесь, вас здоровый, что называется, человек, может эти сутки выдержать, это неприятно, многие говорят, что спецприемник это, вот, пионерлагерь для взрослых, но в какой-то мере да, в какой-то мере нет, вот, выдержать это можно, не бойтесь, вас никто бить не будет, еда будет сносная, ну, не очень, так скажем, вкусная, но выдержать это тоже можно, вы совершаете правое дело, ну, закончу на такой бодрой ноте, вот, значит, вы боретесь за свою страну, вы никаких правонарушений не совершали, это реально, это не отмазка для, так скажем, протокола, вы пришли бороться за свою страну, за свою честь, это ваша земля, вы стоите, вот, буквально на земле, на асфальте, вы боретесь за свою страну, вы, ваша совесть чиста, нарушают закон не вы, не ментингующие, нарушают закон сотрудники полиции, там, Центр ФСБ, судьи, прокуроры, следователи, все, кто конституционный суд, вот, всех можете силовых структур перечислить, они нарушают закон, они вам не позволяют распоряжаться своей стороной, выражать свое мнение, так что, вот, с таким настроем идите на акцию протеста, вы отстаиваете свои права, вы правы, они не правы, они вас должны защищать, если какие-то там хулиганы захотят вас как-то обидеть, они должны вам помочь, но они наоборот, они не должны вас задерживать, бросать куда-то, осуждать, лишать свободы, лишать физического комфорта, вот, вот с таким настроением идите вперед, и мы победим, такого еще не было, чтобы народ в течение долгого времени, сотни лет страдал, десятки лет, да, вот такое было в истории, значит, я не буду эти периоды говорить, когда и наша страна, и другие подвергались гонениям, тирании, эта тирания рано или поздно закончится, мы победим, мы молодцы, идем вперед, все хорошо. Хорошо.